Приветствую всех, друзья, приветствую зрителей Наши Дела Студии Плюс и в целом фанатов Попа ММЭ и Нашего Дела. С нами Коля Котлета, приветствую. Всех приветствую, ребята. Вы просили, вы писали, ваши пальчики устали. Наконец-таки мы будем кушать котлеты с Николаем Котлетой. А когда не ели? Всегда ели. Вот он. За любой кипиш, кроме голодовки. Ой-ой-ой. Как же он в цвет говорит. Знаешь, веришь тебе сразу, что ты кроме голодовки на все готов. Дальше больше. Спасибо. На здоровье. Расскажи, пожалуйста, как ты в целом кушаешь? Как твой день начинается? Мой день начинается с двух ложек горского меда. Там еще изюм, перга, пыльца и так далее, грецкий орех. Чисто как таракан кушаешь. Да, как таракан рыжий. Ну я видел, у тебя тарелок много, ты всегда кушаешь, знаешь, и мясо, и гречки очень много, и семга, и авокадо. У тебя все, все. Ну это раньше были, да, такие приемы. Сейчас мой прием пищи поменялся. Я кушаю в одно блюдо. Это белки, жиры, углеводы. Просто вот эти все блюда в одно? Нет, нет, нет. Обычно на утро проходит это цельнозерновой хлеб, туда семга, авокадо и листья салата. И потом газую на тренировку. Как же не вериться. Тебе же нужно как минимум таких 19. Нет, потом через час плотная тренировка, чтобы была легкая, желудки не тошнила. Поэтому приходится так кушать. Расскажи, пожалуйста, вот как ты к котлетам относишься? К котлетам очень хорошо отношусь. Одно из любимых моих блюд. Одно из любимых, да? Одно из. А самое любимое блюдо? Самое любимое блюдо это роллы Филадельфия. Серьезно? Да. Офигеть. Ты же вообще как палочками умеешь пользоваться? А когда не умел? А когда я просто боткнул и съел? Нет, за чик. Вот так вот ножницами, да? Да, да. Понятно. А как в целом у тебя? Кто за котлеты в семье отвечал? За котлеты в семье отвечал и отвечает, это мой любимый человек, мама. Мама. Маме Николая привет. Огромное уважение. Привет, мамуля. Расскажите, пожалуйста, в комментариях, мама, на чем вы его растили вообще? Чем вы его кормили? Что это за бройлер? Наш любимый. Извини, пожалуйста. Так, вот, давай начнем, может быть, как с классики? Вот ты решаешь. Как вот твой желудок тебе подсказывает? Да я думаю, начнем прям, что стоит вот передо мной. Меня оставишь? Оставлю, конечно. Будем кушать правой рукой. Смотри, кушать и кушать параллельно общаться, описывай блюдо. Этот первый кусочек, да, отбивной я посвящаю своему клубу Эют. И Терри Меликовне привет и большое спасибо за поддержку. И кушаю за здоровье всех бойцов этого клуба и за победу, ребята. Молодцы. Смотри, я тоже за вас сейчас делаю. Эют. Слушай, вкусно, ни сухо, ни сухо, что-то среднее, что-то среднее. Дадим оценку из 100 баллов где-то 70. Нифига себе, у вас такая балльная шкала будет? Да, балльная. Может, миллион возьмем? Не, миллион брать не будем. Хорошо. А чего не хватает до 100 в идеале? Я думаю, что до 100 не хватает, знаешь, чуть поменьше ее жарить, чтобы внутри курочка сохранилась сочная. Ага. Не, согласен. Но и чересчур, мне кажется, майонезная, да, какая-то она такая? Не, майонеза я здесь не почувствовал, здесь сырок, майонеза здесь нету. А когда не чувствовал, брат? Приветствую всех подписчиков нашего дела. А не подписчикам я хочу сказать, что вы подписались на наше дело Студия Плюс. Ведь вас будет ждать самый крутой контент. Давай дальше продолжим, что по правой руке ближе, да? Классика. А, это, по-моему, даже не классика. Давай попробуем и поймем, что это такое. Можно я тоже? Это я вижу с невооруженным глазом своим, что это рыбные котлеты. Ой, 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 как ты к ним относишься? Рыбу я тоже люблю, но больше, чем рыбные котлеты, я предпочитаю. Ребят, это двойной филе офиш в Макдональдсе. Там очень нежная рыба и вкусный соус тартар. Как вкусно рассказываешь. А за кого кушаем? Этот кусок котлеты я поднимаю за весь клуб Universal Fighters. Просто по клубам проехать. За здоровье, ребят, за здоровье моего тренера Расула Магомедалиева. И желаю всем ребятам только побед. Ну, мне кажется, это даже не рыба, это как будто какая-то овощная и картошка. Слушайте, ребята, произошла ошибка. Это картофельные драники. Я того рода делал. Я думаю, что это молодой нежный картофель, поэтому так вкусно. Серьезно вкусно? Да, вкусно. Просто ожидание реальности. Я думал, тут мясо будет, а тут какое-то овощное. Я ожидал, что здесь будет рыба. Оказалось, еще вкуснее. Здесь молодой картофель. А как ты понял, что он молодой? Нежный и вкусный. Так, может, просто его сварили, размяли? Не-не-не. Старуха какую-нибудь. Старый картофель. Не-не-не. С пупырочками такими, с белыми. А этим картофельным драникам я поставлю 100. Ой-ой-ой. Браво, кто их делал. Свяжитесь с нами. Кстати. Потому что они очень вкусные, нежные. И что еще нужно? Да больше ничего. Только вкус и нежность. Да? Вот это может быть рыбные все-таки, как думаешь, по цвету? Или куриные какие-то? Я думаю, что это куриные, паровые котлеты. Честно говоря, я не очень сильно уважаю какие-то другие котлеты. Вот только говядина, свинина, чтобы было такая, конечно, такая. Нет, свинину я вообще это не уважаю. Это животное ест грязную еду. Я тоже, я тоже. Соответственно, самому грязным не хочется становиться. Конечно, хочется кушать то, что животное ест чистую еду, да. Все возможные виды мяса, кроме свинины. Свинья? Мы с тобой не дружим. Никогда не дружили и не будем. А когда дружили со свиньей? Никогда. Приятного? Мне кажется, по виду, вот мне не нравится. Как-то выглядит, знаешь, так. Это я поднимаю кусочек за всех братьев из Дагестана и за дагестанскую поддержку. Ребята, у нас произошла вторая ошибка. Эррор 404. Это совсем не курица. Это рыба. Это паровые котлеты из семги. Да ну нафиг. Реально, семга? Да, да. Это дорого же вообще, это нужно поесть прям. А когда было дешево? Да никогда. А когда ты не говорила когда? Как будто бы в школе. Понял? Или в садике тебе дали. Такого не было там. Да, ну мы с тобой в разных школах были. Там было просто так. Мама, нам тут подали это. Помнишь видео? Да. Повар спрашивает повара. Я как раз об этом видео и говорил. Ребята, пробуем следующую тефтели. Да, сейчас мы право выбора дадим нашему любимому ведущему, крутому бойцу. И просто хорошему человеку, Нарику Симоняну. Да ты мой хороший. Конечно. Слушай, а сколько мы ставим рыбе? Рыбе мы ставим, слушай, 80 из 100. 80? Да, приготовлено на пару, все полезные вещества сохранены. И плюс ингредиент, из которого приготовлено, это семга. Тайна. За ваш здоровье. А эту котлету я посвящаю клубу Львиное сердце Армену Гуляну. Не против, что я ему пожелал? Нет, Армен бомба человек. Бомба, бомба. Так, ребят, попробуем. Терестерика такие, видно, не домашние, а магазинные. Так приятно с тобой находиться, а еще кушать вместе. Хорошо сидим. Взаимно. Спасибо. Ну и что там? Мы ставим 20. Еле как проглотил. Еле как проглотил, до 20 и добрался. И чуть не всташнил. Честно, невкусно. Честно, вот невкусно. Моя оценка 20. Не пойму вообще, из чего это сделано. Ну да. Как будто бы вот что-то вот ненужное тебе. Да-да, не буду говорить у есть. Да-да, не показывайте. Это невкусно. Это мы это отдадим. Мы отдадим это нуждающимся. Согласен. То, что пожевал Коля, мы отдадим нуждающимся. Какой-то благородный. Коль, смотри, эти котлеты такие же, наверное, невкусные, как и Даниал Т-34, ты хотел сказать, да? Такие, ну, непонятные, что в нем находится. Да нет, я не могу мужчину нормального сравнивать, да, с каким-то там, да, с тефтелем продукта. Мужчина есть мужчина, это продукт. Так что давай ты не будешь, малыш, обострять. Продолжим дальше. Извини, я хотел просто конфликтную ситуацию. Больше так не делай. Извини. Больше не говори такие вещи. Да, конечно, конечно. Видно, котлеты у нас с кукурузой. Очень странная смесь. Тут что-то, как будто бы куриная котлета с кукурузой, и, наверное, внутри будет сыр. Давай посмотрим. Сейчас, как это называется? Это тако, что ли? Мексиканское блюдо в лаваше? Да. Там как раз кукуруза, курица, либо говядина. Я видел, ты утром тоже кукурузу кушаешь. Тоже полезный продукт. Да, трехлитровую банку с утра кукурузы. А сок выпиваешь кукурузный? Да, литра 4-5. Серьезно? Да нет, какой кукурузный сок? Ай, извини, извини. Я просто подумал, что, ну, ты, мало ли, что в тебя, мне кажется, вообще, любой продукт. Нет. Извини. Любой чистый продукт съем. Приятного, Николай? Взаимно. Это ты просто котлетку никому, кому-то даже не посвятил, может быть, обеспечаешь сейчас? Мы вставим. Все, кому надо, я посвятил. Правильно. Обязательно то, что я посвящал, не вырезайте. Иначе у вас будут проблемы. Да, да. Ребята, это последнее блюдо в нашем сегодняшнем ланче. Это куриная котлета с добавлением кукурузы. Странное сочетание. Мне очень нравится. Нежная, походу, куриная грудка и кукуруза. Довольно-таки вкусно. Интересно, да? Я 100% ставлю это блюдо лучшим. 100%? Это 110 из 100. Это невозможно. Это классное сочетание грудки и кукурузы. Вот чтобы ты из этого блюда вот себе с кайфом бы забрал домой, допустим, да? Свежеприготовленный. Я забрал бы всего два блюда. Это у нас картофельные драники и куриные котлеты с кукурузой. Как будто бы получилось и котлеты, и гарнир. Да, нормальное сочетание. Здесь у нас белка, здесь у нас углеводы. Молодой картофель кушать можно. Можно. Даже нужно. Можно. Вот, там есть полезные вещества. Так что вот этот вообще бомбовый набор я забираю домой. Приятного аппетита. Мы тебе его с радостью дадим. Слушай, а скажи, пожалуйста, вот ты как-то немножко поменялся. Ты вот в Дагестан съездил, какой-то стал поспокойнее, так знаешь, поправильнее. Слушай, мне в конце лета уже 27 августа, 30 лет, да, я к 30 годам уже сформировался полностью как личность. А жену нашел? Найду жену себе, проблем. Пока еще нет. А, ну вот посмотрите. У мужчины главное это желание и все. Кого захотел, взял, сделал ее счастливым, нарожил детей, проблем нету. Ну ты планируешь украсть невесту? Нет, украсть не будем. Просто найдешь, полюбишь, да? Просто. Все просто. А как вообще Николай может знакомиться вообще в целом? Ну в целом очень опасно. Ну типа я бы если тебя увидел, такой ничего себе. Ну ты же не девушка, чтобы опасаться. Ну да. Вот и все. Просто на свидание какое-то, да, может быть, там, ну, сводил бы девушку, да, или сразу какие-то обозначил бы границы, типа все? Да нет, если я начал бы общаться с девушкой, у меня сразу были бы на нее серьезные планы, и все идет как у всех, а по накатанной. Это общение, прогулки, свидания и так далее. А ты умеешь еще вот романтики делать? А когда я не умею? Я не знаю. Ну вот все узнают. Хорошо, а по планам у тебя, по боям сейчас кто у тебя будет следующий? Следующий, 1 сентября, это у меня Даниэл, ты 34. Отправишь, так сказать, его в школу 1 сентября? Не отправлю его в школу, он придет 1 сентября ко мне на экзамен, и я покажу ему, что такое ММА. Да, да. Что такое Universal Fighters, я ему покажу. Он будет сидеть за партой, а ты у доски 1 сентября будешь ему объяснять, что такое оверхенд, что такое джеб. Что такое джеб, что такое бросок, что такое функциональная выносливость. Да, да, да. Ну а в конце на практике вот уже и нокаут какой-то. Ну да, все по старой схеме. Родители в школу. Не, родители не трогаем, родители святые. Согласен, согласен. Даниал, к тебе также уважение, но Николай настроен серьезно. Вот, человек не пальцем деланный, очень сильный. Человек не кукурузу охраняет, хотя сегодня ее ел. Блин, как-то вообще круто вот так. Я вот, можно я скажу, это крутая фраза, чтобы моя-моя была. Человек не пальцем деланный, человек кукурузу тут не охраняет, хотя мы ее тут кушали. Да. Прямиком с полей. Человек с полей. Кукуруза с полей. Человек из города. Блин, ладно, ладно, там что-нибудь с клеем как-нибудь. Я хочу сделать молодежи посыл, самый прямой и важный. Ребята молодые, занимайтесь спортом, не гуляйте, не пейте, не курите, а главное, занимайтесь спортом. И все у вас будет. И слушайте обязательно, родители. Это ключи к успеху. По клубам не ходите. Дисциплина и семья. Все, что вам нужно. Блин, как красиво. Реально молодец. Ты хорошо школе учился? Да. Хочел, боишься. Не, хорошо учился. С вами был Николай Савилов-Котлета. И Нарик, Пухляш, Симоньян. Нарик, Пухляш, Симоньян.